Тут я четко вижу вот эти вот прослойки, то есть смотрите, что такое алкоголь, чтобы было понятно. Алкоголь, он появляется из бактерий, микробов, червяков. По большому счету, это вот если на них смотреть, это просто червяки, червяки, которые поедают одно и выкакивают другое. И вот эти вот фекалии, чем больше вот этих вот разных фекалий, тем разное получается вот это брожение в алкоголе. И когда человек употребляет алкоголь, вот эти вот червячки и фекалии, из которых, то есть фекалии, они же с яйцами идут. Они все фекалии червяков идут с яйцами, точно так же, которые могут размножаться, бродить. Они у нас поступают, когда мы пьем алкоголь, они у нас поступают в эти ворота. И эти ворота, они постепенно как бы закольцовываются вот этими вот яйцами вот этих червяков. И то же самое, они закольцовывают легкие. Но тортики, что такое тортики? Вот я вот, у меня алкоголик, я только тортиками грешу. В каждом тортике. У меня сестра работала какое-то время кондитером. Да, и в принципе так, это, наверное, многие кондитеры. Я не знаю, может быть, сейчас я не кондитер. Я тортики никогда не была пристрастна к тортикам. Булочки, да, вот. А тортикам я никогда, как бы, всегда была равнодушна. Но я не знаю, как сейчас, может быть, есть какие-то заменители, еще что-то. Но раньше пропитывали вот эти вот коржи, пропитывалась смазка. Если туда добавлялось немножечко там коньяка, либо какого-то алкоголя, пропитка была более мягкая. Вот. И кулинары, кондитеры, вернее, кондитеры, которые были с тех еще времен, они добавляли немножко алкоголя, там где-то в крем куда-то добавляли, где-то еще. Ну, то есть какие-то прослойки, они немного добавляли алкоголя, потому что торт становился более насыщенный. И, например, я по своему детству помню, у нас не так много было тортов, как сейчас. Сейчас это просто каких только нет. Вот я этих тортов нагляделась, вот, миллион, потому что, еще раз повторюсь, у меня младший сын сладкоежка. У нас был обычный вот этот вот коржевой торт, вот я все время помню, и сверху вот это вот бизельное какая-нибудь там крем. Это самый распространенный торт был. Сейчас их, наверное, очень много, ну, по крайней мере, с кондитерами, с которыми я общалась, ну, уже давненько, несколько лет назад, когда мы разговаривали вот о тортах, они говорили, так же добавляют алкоголь в эти прослойки. Вот. Что происходит? Ведь неважно, сколько вы выпьете. Если, причем, алкоголик, если выпивает достаточно много алкоголя, то этот алкоголь, как правило, сжигает то, что вот попадает на... Смотрите, когда человек много пьет алкоголя, ну, запой, алкоголь, либо какой-нибудь праздник, чтобы совсем вот прям вот прям очень сильно напиться, да, он, когда пьет, у него идет потом выдыхание, вот перегар, да, называется он. И вот этот перегар, вот на этом перегаре вот эти вот яички, которые отложены вот этими червяками, да, как назвать, не знаю. О, у нас ветер поднимается такой. Он получается вот этим вот выдохом, он как бы как пережигает вот эти вот яички, и они немножечко отходят, они немножечко отмирают. А если употребление идет алкоголя, как говорят в медицинских целях, да, в медицинских целях, то нет никакого перегара, и ты спокойно можешь вот эти вот яички в эти ворота легких, корни, корни легких, они там так и остаются. Точно так же, как и минимальное количество алкоголя, когда ты ешь вот эти вот какие-то пирожные торты с вот этой вот пропиткой, они точно так же вот эти вот яйца остаются здесь. И когда остаются вот эти вот яйца... Субтитры сделал DimaTorzok